Две причины, почему человек спит. Перезарядка духовных батарей и самая главная причина – это безудержное желание души встретиться со своим возлюбленным, то есть стремление к Богу. Я рекомендую вам научиться расслабляться максимально через практику, через снятие напряжения, создание новых нейронных связей. Барака – это способность передачи духовной силы, посвящения мастера, ученика, и выход этого ученика на уровень мастера. Как прийти к осознанным снам? Целый день осознан, но во время засыпания начинается активность ума. Как не терять осознанность? И в какой-то степени, в какой-то степени это уже похоже на какое-то насилие, да, то есть ты с одной стороны вроде занимаешься, должно все исчезнуть, с другой стороны ночью опять то же самое. Но не забывайте, что ночью, когда вы отдыхаете, есть период, когда вообще ничего не происходит. То, что вы называете с нами вот этими какими-то бредом сознания, образно говоря, да, ну то есть там вообще непонятные взаимоотношения вот этих вот ментальных процессов, событий, может быть, слов, и все это на самом деле очень алогично. Иной раз во сне происходит что-то, что, когда просыпаешься, думаешь, так не бывает, но во сне тебе казалось, что это нормально. Такое тоже случается. Это момент, когда вы на выходе из глубокого состояния и в этот момент вы еще не проснулись, но мозг уже работает отчасти. Астральный мозг, он же тоже работает. Астральный связан с физическим, потихонечку у вас получается, что вы как бы не проснувшись, но уже видите сны и осознаете вот этот весь бред. Ну либо после этого осознаете. Но обязательно существует период во времени, он занимает по-разному. Там может быть полночи, может быть час, может быть, где вообще ничего нет. Вы погружаетесь в очень духовное состояние, оно называется Турия. То есть это сон без сновидений, за которым присутствует совершенно духовное переживание. Но в обычном состоянии сознания вы не улавливаете это, нет связи, потому что оно не наработано еще. Вот йога и медитация как раз нужна для того, чтобы вы имели связь с этим глубоким состоянием и осознанно переживали это. Тогда это будет Самадхи. И вы в любом случае находитесь в этом состоянии. Именно это переживание глубокое позволяет вам полностью перезарядить себя. В этот момент душа непосредственно проходит через все планы чакр, достигает ажны чакры и входит в мир духа. Там она встречается со своим возлюбленным, с духом. Душа тянется к духу. Как я называю, это алхимическая свадьба. Ну или свидание, если хотите. Вот. Получает впечатление, пребывает там, получает полностью всю эту божественную силу любви и потом вынужденно по карме возвращается обратно на тот уровень сознания, к которому она привычно, не для нее привычно, а на котором находится сама личность. Личность иной раз подавляет душевные состояния, душевные качества или саму душу. Вот в чем дело. Поэтому человек спит, поэтому он видит сновидение, потому что когда он назад возвращается в эту зону, в эту чакру Муладхара или Сватхистана, неважно, Манипура, он уже начинает видеть так называемые сны или информационные переживания, которые связаны с более примитивным материальным миром. Тогда вы это видите. Но когда вы поднимаетесь очень высоко, то в этом очень высоко, либо очень глубоко, есть только духовная составляющая и вы ничего не видите, поскольку, ну не наработана еще связь. Но понимаете, да, о чем я говорю? То есть, две причины, почему человек спит. Перезарядка духовных батарей и самая главная причина – это безудержное желание души встретиться со своим возлюбленным, то есть стремление к Богу, к Духу. Вот это важный момент. И когда вы позволяете себе расслабиться максимально, то вы можете сразу стартануть туда. Вот почему Крия Нидра нужна, но либо медитация, Крия Йога в целом. Крия Нидра просто это раздел Крия Йоги, где вам позволено немножечко комфортнее себя чувствовать без напряжения в спине. Вы ложитесь, расслабляетесь, но с другой стороны вы зачастую проваливаетесь. Опыт показывает, что человек сразу в Крия Нидру уходит. Это бывает слышно всем. Ну, такое случается. Но это первый этап. Потом наступает момент, когда он потихонечку начинает осознавать, что это всем слышно и берет под контроль эти процессы. Тут уже включаются йогические ситхи. Я рекомендую вам научиться расслабляться максимально. Через практику, через снятие напряжения, создание новых нейронных связей, которые будут работать в 42 Крии. Тогда вы почувствуете, что ваш сон и весь этот бред меняется потихонечку. Более того, я вам скажу, наступает момент, когда вы научитесь подниматься в сознании до более высоких центров, и ваши сны будут красочными и очень интересными, очень божественно выстроенными. Из такого сна даже возвращаться не хочется. Я очень часто за собой замечал, что я вижу эти переживания, испытываю на себе высокие астральные переживания, это раньше было, и сам себе в этом состоянии говорю, вот сейчас я же проснусь, и мне придется оставить этот мир. Мне не хочется возвращаться. Есть ли возможность продлить это все? Ну, приходит время, ты все равно уходишь. Второй серии будильник. Несносный будильник мешает. Если у меня нет снов. Если снов нет, это хорошо, вы погружаетесь глубоко в ментальные планы, и сны, они больше ближе к астральному плану. Вы погружаетесь, закрыли глаза, открыли глаза, вот так бывает такое. Быстро время проходит. Это хорошо, вы так восстанавливаетесь. Значит, душа свои дела делает, а вы ждете. Ну, не вы, а тело. Каждый вечер нужно заниматься перед сном? Ну, в принципе, да. И с утра, когда просыпаетесь, не вскакиваете, а немножечко попрактиковали, если с время, криенидры, потому что вы еще не проснулись, но уже не спите. И это хорошее состояние. Если у вас есть аффирмации, какие-либо, например, вы говорите, я чувствую себя свободное, я чувствую себя радостное, к примеру, да, либо способное высказать все то, что я в течение своей жизни не могла высказать, сейчас я готова к этому. То есть вы совершаете аффирмации какие-то, на какую-то тему, неважно. То, чтобы эти аффирмации хорошо работали, вам надо войти в состояние, где частоты мозга будут другими. То есть, проще говоря, в обычном режиме, вот, в котором вы сейчас находитесь, вы будете себе говорить, говорить, говорить. Это не будет давать так результат, как если вы это будете говорить в момент засыпания, потому что там другие частоты включаются. И тогда вы доберетесь до подсознания. Это самый простой способ. Допустим, вы можете взять эту фразу, накинуть в наушники и засыпать вместе с этой фразой. Вы уже заснете, но фраза будет работать. И в глубоких состояниях мозг, он работает, но ум не мешает. Тогда подсознание включается. И так можно переписать или записать. Но утром вам желательно прослушать эти же фразы, чтобы создать мостик между обычным сознанием и подсознанием. Это важный момент. Поэтому засыпайте или только если проснулись сразу, еще почти сонное, включаете плеер, к примеру, да, либо он рядом, либо он до утра работает, ну, в зависимости от того, как. Ну, есть там, можно сделать петлю, и всю ночь эта фраза будет работать. А вы утром просыпаетесь, можете продолжить. Если мы говорим об аффирмациях. Если мы говорим о крионидре, где есть некоторая часть аффирмаций, там же он разговаривает, он ведет, так же, как и сидя мы энергизируем. По сути, энергизация сидя – это та же крионидра, только сидя, и она немножко на другую тему. Вы можете утром проснувшись, не вскакивая, естественно, не думая о каких-то социальных делах, где ум включается сразу, и вам уже сна нет у вас, а еще находясь в пограничном почти состоянии послушать или провести занятие самой. Иногда бывает сознание тормозить начинает, вы как бы снова засыпаете, вам надо что-то там проконтролировать, и вот где-то теряется, все это расплывчато, и это нормально, это тоже работает. Через какое-то время вы почувствуете, что вы бодрствуете, а тело спит. Ну, по-моему, вот у крионидра есть курс, где я, так же сидя в энергизации, как вот мы сейчас, говорю, и вы выполняете это все. Вот в крионидре есть методы, где я обращаю внимание на то, что нужно делать внутри этой практики, где вы работаете с центрами, где вы достигаете состояния расслабления, приказываете, либо я советую, вы это делаете, приказываете расслабиться ноге, руке и так далее, входить в состояние, что ли. Как рекомендуется практиковать? Под ваши записи или в тишине? Практиковать можете под запись, если вы не уверены, что вы хорошо прониклись этой идеей. Если, допустим, вы сидите в энергизации, и вы просто сидите, и вы не знаете, что, или вспоминаете что-то, что сейчас надо сделать, а что бы сделать сейчас, что там дальше было, к примеру, то, конечно, лучше включить. Лучше включить и делать под запись до момента, пока вы хорошо не проникнете с идеей, и у вас не возникнет проблем с тем, чтобы, находясь в этом, фиксировать положение тела разное и осознавать это все. Ну, то есть какое-то время. Потом это не нужно будет. Нет смысла привязываться к говорящему, есть необходимость научиться погружаться туда. Но все-таки эти фразы, они даны не просто так, они рабочие, плюс вибрации, да, голос, пусть, допустим, да, какая-то вера в это все. Вот. Личный опыт тоже передается через вибрации, через звук. Поэтому на первых порах лучше, да. Но я бы не хотел, чтобы вы были в зависимости от этого. Понимаете? Мне тоже нравится, когда вы с вами. Но вы не можете быть с вами в этом теле, вы с вами не. Но когда вы будете с вами, мне будет очень нравиться, потому что я буду понимать, что вы еще дальше пошли. Конечно, используйте, если вам это легче, если это действительно не мешает, не портит настроение, как минимум, то, естественно, да. Но, еще раз говорю, старайтесь и сами тоже практиковать, потому что все время быть в зависимости от записи нельзя. Запись только на начальном этапе. Вам нужно научиться и самой быть в тишине и покое. Никто не должен разговаривать, когда вы с Богом общаетесь. Может, тем более этот. Между Богом и вами посредников не должно быть никаких. Кто бы это ни был. Понимаете? Ну, пока, если вам удобно так для практики, чтобы, еще раз говорю, чуть-чуть пропитаться этой концепцией идеи, то было бы хорошо. Благодарность за магическую музыку. Ну, меня благодарить одного не стоит. В этом участие принимали вот Сережа, ребята, еще музыкант. Вы, наверное, говорите о Мистика Звука, да, концерт? Да. Ну, там не я один, поэтому там целый коллектив работает. И действительно, ну, спасибо в любом случае. Это приятно. Не то, чтобы благодарность, а то, что приятно осознавать, что вам это помогло. И слава Богу. Я сейчас, кстати, вот, ребята знают, реанимировал композиции 23-летней давности, которые были записаны на допотопных инструментах. Вернее, на одном допотопном инструменте. Если мне удастся сейчас сделать мастеринг, привести это в порядок все, чудом сохранились эти дискеты, которые через 3-5 лет размагничиваются. Они прожили 23 года. И они живые, они работают. Это вообще удивительно. Парень, который покупал эти флоппи-диски, помните, раньше были флоппи-диски такие? Они работают буквально там 3-5 лет. Их когда не... В общем, они размагничиваются. Но эти как-то сохранились. И вот у меня есть как минимум две композиции, которые... Раз уже мы об этом заговорили, я скажу. Которые очень сильно работают в направлении повышения частот и влияют на структуры. Вплоть до активности чакр. Я думаю, что эти две как минимум композиции, они помогут вам в трудное время, в трудный момент выровнять свои частоты, вдохновить в какой-то степени. Это не очень красивая музыка с точки зрения там живописи музыкальной, да? Во-первых, звуки старые. Но там есть энергия. И там есть моя ментальная сила. Ну вот Хаджи знает, как я это все писал. Пока они ночами там громыхал сидел, то есть в наушниках. Оно написано в состоянии определенном. И оно написано для определенных состояний. То есть я к чему говорю, я потихонечку... Анонс такой, знаете. Это не бравирование. Это просто действительно рабочий инструмент в виде музыки. Это некая матрица звуковая, музыкальная, которая позволит вам, прослушав однажды, почувствовать, что вирусы все гибнут, грубо говоря. Вот, поэтому Бог даст, я все это потом вам передам. Одна композиция называется «Барака», а другая композиция называется «Усин». «Барака» — это суфийский термин. И вы почувствуете, когда будете слушать, что это на тему где-то суфийскую. «Барака» — это способность передачи духовной силы посвящениям мастера-ученика, мастером-ученика и выход этого ученика на уровень мастера. И там все это внутренний процесс. А на тонком плане внутри вас будут происходить преобразования, где ваша душа начнет быть в большей степени активной из-за вот этих вот частот. Там, кстати говоря, все инструменты выстроены сакральным образом. Звуковые частоты, генераторы, с которыми я работал, они все выстроены согласно определенным законам, сакральным числам, звукам. А «Усин» — это немножко такая китайская тема с точки зрения философии. «Усин» в переводе — пять первоэлементов. «У» — «Син». И здесь процесс формирования стихий, которые возникли из жизненной силы праны, из вот этой вот вселенской ци-шэнь энергии. И они превращаются в… всех благ вам. Превращаются в такую вот работу стихий внутри нашего тела. Вот. А вообще, конечно, хотелось бы собрать больше людей, потому что во время мантра исполнения в современной обработке, достаточно такой живой, я бы сказал, даже нестандартной, да, происходит еще инициация. Это как большой семинар, только во время концерта. И зачастую передача этой энергии намного выше, сильнее. Люди ощущают это, они уходят другими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова